Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства парка Интемак. По предварительным данным, главный надзорный орган при участии независимых экспертов провел проверку в выполненных в ходе строительства работ, в том числе по поставкам грунта для зеленых насаждений, строительству придорожных бордюров, строительству помещений для туалетов и прочего. По итогам этой проверки были выявлены нарушения, такие как увеличение объемов поставок и завышение цен на используемые материалы. Парк Интемак появился год назад. Его, напомним, строили в авральном режиме, чтобы успеть к празднику Дня независимости. Как тогда утверждали городские власти, для того, чтобы разбить парк в южной части столицы, свободную землю пришлось буквально отвоевывать участников и возвращать в муниципальную собственность. В этом году будет два парка и 12 скверов. Полностью по городу Бишкек будет посажено 10 тысяч деревьев. Нами планируется организация на данной территории детских площадок, воркаут-площадок, парковочных мест мощностью на 160 автомашин. Концептуально структура парка решена в вывязке со структурой парка Ататюрк. Несколько месяцев велись строительные работы на участке площадью 10 гектаров. Выкапывали траншеи для дренажных систем, укладывали брусчатку, проводили освещение и устанавливали топиарий. Зеленые фигуры, которые, к слову, начали разваливаться уже через несколько недель после открытия парка. Кстати, торжественная церемония открытия состоялась 30 августа при участии городских властей и Соренбао Джейнбекова, который был в то время президентом. В качестве названия парка было предложено слово «Интымак» в переводе на русский язык «согласие». Но то, что парк со столь громким названием окажется причиной уголовных дел, тогда предположить не мог никто. Ну или почти никто. Должностными лицами мэрии неправомерно присуждались договора поставки отдельным участникам конкурса, которые, в свою очередь, не соответствовали установленным квалификационным требованиям. В результате чего государство было причинено ущерб в крупном размере. Материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье 234 нарушение порядка проведения публичных торгов, а также по статье 320 злоупотребление должностным положением. Выявила комиссия и нарушения в части заключения договоров. Возведение объектов общественного назначения, по данным надзорного органа, было выполнено с нарушениями правил закупки и при отсутствии у подрядчика соответствующей лицензии. Кто их заключал и кто курировал процесс строительства, теперь предстоит разобраться правоохранителям. Они же в скором времени должны выявить всех причастных к нарушениям и установить сумму нанесенного ущерба. В самом же муниципалитете информацию пока предпочли не комментировать, ссылаясь на начавшиеся следственные мероприятия. Как только там официальная генпрокуратура объявляет, через свою прислужбу, там это называется, что уже идут следственные мероприятия, правильно? А вот когда следственные мероприятия идут, все подписывают документы. В интересах следствия они никому ничего не имеют права говорить. На строительство парка Интымак, напомню, было потрачено более 80 миллионов сомов. К слову, сразу через дорогу от этого парка сегодня ведется строительство уже другого Интымак-2. Ожидается, что там появится инклюзивная спортивная площадка, фонтаны и беговые дорожки. Проект этого парка подготовила Бишкек-глав архитектура, а утверждал его Азиз Уракматов, когда еще был столичным градоначальником. Курируют строительство одновременно несколько муниципальных предприятий Бишкек-асфальт-сервис, Бишкек-свет и Бишкек-зеленхоз. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС